Друзья, всем привет! Добро пожаловать на канал Мистер Босс! Сегодня мы с вами продолжаем обзор модов для спинтайрс модрана. И сегодня нам на обзор попал, давненько у нас не был, разведчик джип джип фирма пока не джип джип а фирма джип 6 на 6 z автор данного мода nw link какой-то китаец у него там китайский флаг короче описание все на китайском идет ссылочка на него кстати в описании в общем китайский джип с алиэкспресс сейчас посмотрим с вами нам как который китайцы уже попадались были конечно из серии трэш модов имеет 5 аддонов один из них свой 4 я так понял дефолтных судя по описанию да что я смог раздобыть ну что погнали поглядим вот такой вот интересный джипчик реально прикольный вот реально да хорош 6 на 6 у него колесная колесная база идет 6 на 6 поехали сразу по текстур очки все в принципе очень даже симпатично посмотрите да ничего не выдумал есть небольшие косяки есть небольшие косяки конечно же да без них никуда вот на крыльях они такие отчетки заметны здесь вот на некоторых стыках но они реально мало заметные такие косяки немало хочу зову двигатель такой слышали смотрите заглушить он начинает заводиться потом из ни с того ни с сего вдруг пропадает свою заглушили анимации двигателя кстати пусть все заводит начинается завод потом спустя где-то на секунду полторы у нас просто все это дело пропадает с вами 350 литров емкость топливного бака 800 очков урона есть возможность подключения блока дифференциала он моноприводный а вот есть возможность подключения полного привода погнали сразу по точкам зацепа проверим две точки зацепу на спереди две точки зацепу на сзади погнали по освещению все горит все вроде бы даже неплохо слушать тогда прикольно у него типа алексинон но здесь к сожалению желтым и сигнал идет у нас от легкового автомобиля садимся внутрь классно такой каркас типа кабарелет идет анимация руля к сожалению ребята отсутствует неплохая в принципе с одной стороны торпеда реально неплохая но почему-то он сюда вот эту здоровенную табличку закинул с чем это связано я честно говоря честно говоря не знаю для чего это сделано и анимацию для отсутствует за это конечно же минус балл мы с вами ставим такие элементарные вещи надо все-таки делать здесь идет на 6 ступенчатой коробкой передач погнали в гараж смотрим по аддонам а вот ремка свой аддон 80 литров и 200 ремонтных очков у нас сюда с вами на крышу стоит этот уазик блять это же от уазика что за развод так же у нас идет здесь топливный прицеп он может перевозить сервисную тележку гаражный фургон гаражный прицеп маленький и бортовой прицеп конечно гаражный фургон здесь явно лишней я упrupt из остального ты гаражный прицеп весь вот такой маленький топливный прицеп зачем цеплять такой большой я честная не понимаю бортовой прицеп тоже здесь нахер, по идее, не нужен. По сути, только ремка тогда 80 литров и 200 ремонтных очков у нас просто от УАЗика для себя. Все, снимаем. Мы все-таки его будем с вами, если и использовать, то чисто как на разведку, чисто для изучения карты и все. Так, поехали, посмотрим, на что он у нас способен, сколько урона выхватывает, как в грязи он у нас здесь ползает. Вода уже вижу, что в салон летит и трудности у нас с этим уже какие-то будут. Вы знаете, анимация у Леонид уже как-то не то пальто вообще, да? И очень такой прям маленький обзор на самом деле. Прям очень маленький, особо ничего не увидишь. Лучше здесь ехать только с камерой от третьего лица, ребят. Тяжеловато. 75-ю грязь мы с вами заезжаем и реально прям как-то здесь он третью подхватит. Нет, третью уже подхватывает не хочет. Первая, вторая. Вторую еще как-то подхватывает, но реально 75-й грязи. Ну-ка, она первая, что? Реально испытываем трудности. То есть он ползет, конечно, но я что-то думал, что 6 на 6 будет здесь как-то немножко, честно говоря, порезвее. И грязь летит у нас в салон. Сами видите, салон уже грязный, хотя спереди-то у нас вроде как окна есть, закрытые, да? Выгнули кстати, можем посмотреть здесь. Можем все, в бок тоже развернуться назад можем. 75-ю грязь еле-еле. Реально еле-еле мы с вами проползли. Я что-то думал, что 75-й грязи он у нас пойдет поувереннее, да? Ну, увереннее уазика идет, но как-то хотелось, если разведчик той проходимости, ему наверное хотелось там, чтобы он побыстрее шел. Въезжаем в 85-ю грязь с камнями, с веточками, прям в наглую сюда заезжаем. На второй все, встаем. Первое и первое тоже встаем. Чего-то потихонечку сейчас мы ему, конечно, поможем, поиграем тут немножко рулем, но, к сожалению, это ему это ему ничего, к сожалению, не помогает, ребят, к сожалению, не помогает. Проходимость сами видите. Ну, за это мы баллы никакие не ставим, но проходимость составляет желательно лучше. Первая, вторая, поехали, тест гора. На третий то уж, наверное, влетит он у нас. Расход топлива небольшой, 2 литра в минуту всего лишь, мы с вами потратили там 10 литров в грязи всего лишь. А емкость топливного бака, ну, реально большая, 350 литров мы можем с вами реально на одном полном баке, я думаю, всю карту любую практически искатать. На третий спокойно на подъем у нас разведчик данный забирается. Поехали посмотрим, что у нас по урону по урону от камней. Первая, пятая, шестая. Так, пополнить и поехали посмотрим, что у нас ох, полетело 273 уже. Ну, скорость еще высокая. 321 370, 80, 800 в принципе, не до конца убились и в принципе, ощутимый немного мы урона с вами. Половину примерно выхватили, но и отрезок был у нас небольшой, так что на камнях особо на нем не покатаешься, ребят. Тест на продольный переворот на пустом выполнять смысла скорее всего никакого нету. Боковых точек зацепа у нас также, к сожалению, никаких нету. Машину перевернуть нам будет, наверное, здесь будет сложно. Нет, перевернуть. Нет, все-таки все-таки будет сложно ее нам перевернуть. Ну, давайте так посмотрим, подлетим, что у нас там снизу, что у нас там снизу с вами происходит. Вот так как-то. Подожди, спереди. Ёк, Макарий, как же к тебе, брата? Это что такое, блядь? Это что такое вообще, скажите мне? Колеса просто висят в воздухе. Анимации, конечно же, никакой нету. Здесь у нас просто идет вообще балка и даже и даже кардана-то у нас и даже кардана здесь никакого нету. Трэш, блядь, сука. Вот китайский этот, китайский джип. Серьезно, просто китайский джип. Переносимся с вами на тест подвески. А что мы с вами здесь можем проверить? А ничего, блядь, да? По сути, не можем проверить. Ну, физика, физика просто как таковая напросто отсутствует. Поехали на тест подвесочки. Слушай, вот это, конечно, завод двигателя, когда просто он пропадает. Это мне, честно скажу, прям как-то вообще непонятно. Подвесочку давайте посмотрим. Ну, подвеска мягонь. Мягонь. Посмотрите, все по красоте, отрабатывает. Это я на второй еще здесь еду. Подвеска настроена более-менее хорошо. Тест ванны. Я понимаю, что у нас задняя часть автомобиля полностью открыта, вода будет, но когда мы даже ехали с вами в грязи, и даже вот здесь, вот у нас еще, посмотрите, вода уже здесь внизу. Мы еще даже там не доехали, да, с вами, но вода уже в салоне есть. Это, конечно же, конечно же, большой минус. Вот даже сейчас мы только сзади покрываемся, но у нас уже воды здесь просто херва туча. Заезжаем в воду, стоим под водой, получаем урон, машина не глохнет. Ну, это чит. Ребят, это чит. Такой разведчик у нас на стриме, этот разведчик у нас на стриме, конечно же, не появится. Под водой не глохнет, он там, конечно, двигается, но и воды полный салон, и не глохнет. Это, конечно же, неправильно, друзья. Зажимаем ручник, проверяем. Ручник у нас идет только на задние колеса. В этом плане, по крайней мере, все прекрасно, все хорошо. Проверяем тормоза на подъеме сейчас с вами. Заезжаем на подъем. Тормоза, тормоза держат, все прекрасно, хорошо. С места трогаемся в горку, забирается у нас сюда без проблем. С тест скорости поехали, проведем, посмотрим, с какой скоростью максимальный он у нас идет. состояние. Первая, 15 км в час, вторая, 20 км в час, третья, 30 км в час, четвертая, 37 км в час, пятая, 54, 5, 6, и последняя шестая, о, хорошо идет, 63, 65, 66 и 6 км в час, урон 800 очков из 800. Мы с вами здесь выхватываем. Ребята, ломаемся полностью. Ну что, переносимся. Такой лайт, лайтовенький обзорчик, да, у нас. И в который раз хочу убедиться, что все-таки китайские моды, ребята, конечно, уступают. Мы еще с вами нет одного китайского мододела, не видели добротный, качественный мод, да. Данный мод красив снаружи. Он реально красивый, вот серьезно. Красиво, здорово смотрится, прикольно, такой джипс, колесная формула, 6 на 6, такой, да, вот реально классный. То есть, если бы он был нормально доработанный, я бы на нем с удовольствием покатался. Проходимость, ну, за это мы баллы не ставим, не снимаем, но проходимость, по крайней мере, не читерная. 75 грязь, он проезжает, на первой передаче спокойно проезжает, да, в 85 грязи, конечно, есть трудности, где ветки камня, он там встает, то есть, там уже только как-то пробираться, наверное, с лебедочкой, ребят, а так, в принципе, вполне нормальный ТТХ, да, то есть, нормально он там у нас двигается. По аддонам, аддонов своих нету, и половина аддонов, что есть, это просто бредовый, вот этот гаражный фургон на 2 очка, вообще не понимаю, зачем он у нас там такой идет, честно говоря. Вода в салоне, физика мостов отсутствует, аддонов своих нет, нет вообще ни одного. В чем прикол? Пятый подхватит, подхватит, шестую, аддонов своих нету, это с текстурой проблемы, анимации руля нету, с текстурой салона также имеются у нас проблемки здесь, да, бах, сюда его просто, блять, 800 из 800, ну, до болота долетел, за это мы ему, конечно, лайкусик ставим, не каждый джип, до болота у нас здесь долетает, ребят? В общем, ну, красивые снаружи обертка, и все, ребят, все остальное здесь, к сожалению, никакой работы нету, место ему, к сожалению, внизу, он не так понравился, на картинках, я думаю, бля, а у вас звечек шлиновенький какой появился, но, к сожалению, нет, делать его и делать, дорабатывать и дорабатывать, китайский джип, так и остался, китайским, ребята, 3 балла, наверное, где-то, ну, только обертка, по сути, подвеска нормально настроена, подвеска нормально настроена, понравилась, да, и симпатичный внешний вид, мостов нету, колеса в воздух, да, какой 3 балла, 1 балл данному моду, я оставлю, лично, моем мнении, что вы думаете, про данный мод, напишите также в комментариях, на сегодня все, друзья, всем счастья, здоровья, до новых встреч, пока-пока.